включаю запись цель созвона обсудить что произошло за 2022 год в плане проектов life is good гермеса большие значит хочу зачитать некоторые моменты из последней новости от 9 декабря которые как раз касаются того что должно были сделать на сайте гермес рекавери в декабре еще раз прочитаю текст вот он у меня перед глазами мы успешно запустили личные кабинеты с балансами и транзакциями наших клиентов организовали работу службы поддержки который отвечает на ваши вопросы без выходных для тех кто не может попасть свои кабинеты организована почта для помощи и соответственно подготовлен дополнительный оператор все ваши вопросы по сверке счетов классифицируются на категории и решаются в порядке очереди разработан блок верификации который доступен всем мы получаем массу вопросов по времени и прохождения сохраняйте пожалуйста терпение в порядке очереди все будут обработаны настоящий момент к нам поступило уже более 100 тысяч заявок 40 процентов из них обработано то есть это на момент данного объявления это было 9 декабря сегодня у нас 30 верифицированным клиентам доступны внутренние переводы то есть насколько я могу судить стали появляться сообщения о продаже внутрянки то есть кто-то уже предлагает продать свою внутрянку называются цены кто-то предлагает даже купить внутрянку только цены при этом достаточно низкие по моему кто-то там предлагал за 3 рубля за евро да и планы на будущее в этой же новости сказано совсем скоро будет начислен инвестиционный доход за февраль 2020 года надо отметить что этот пункт был выполнен потому что действительно какое-то время назад в кабинетах появились циферки то есть появилась доходность за февраль 2022 года и некоторые спрашивали почему только за февраль а в сообщении сказано так это даст нам возможность протестировать созданный нами алгоритм начисления доходности и получить от вас обратную связь во первых мы завершим сверку самого сложного по восстановлению месяца из-за сильно нарушенных транзакций во вторых мы выведем результат на момент остановки системы и начислим прибыль на 1 марта 22 года это даст нам отправную точку для анализа и последующей оценки активов а также сложившиеся финансовые ситуации то есть ну насколько я понимаю они не обещали что вот мы начислим доходных за февраль и декабре начислим доходность за остальные месяцы нет то есть звучит это что мы именно тестируем это даст нам возможность протестировать созданный нами алгоритм начисления доходности и последнее предложение звучит гласит в 2023 году мы продолжим работу над интеграцией с новой системой и переходом на блокчейн с целью расширения возможностей ваших личных кабинетов следите за новостями то есть основной посыл я тоже делал об этом видео в том что мы типа это все всю эту работу продолжим 2023 году но как я и сказал в одном из последних видео 23 год понятие растяжимое это может быть январь 23 года февраль июль а может быть декабрь 23 года поэтому коллеги пожалуйста кто хочет взять слово и сказать свои мысли по поводу того что произошло и что было сделано в прошедшем 2022 году и соответственно ваши мысли по поводу развития компании или восстановления или скама окончательного в 2023 пожалуйста хотите включаете микрофон или поднимаете руку и говорите ваши мысли ну вот допустим здравствуйте привет николай говори я в общем давно не выходил на сазон не не писал ничего я прошел все-таки верификацию зарегистрировался в новом этому платформе юлт который там всеми нам известны кто хотел кто не хотел я все-таки не скупился там это тысячу рублей отдал вот прошел верификацию начислена мне была прибыль у меня вот один вопрос сейчас очень много обменников этих вот появился там кто по 5 рублей кто по 10 скупает опять же с какой целью вот это все скупается зачем и для чего вот это большой большой вопрос либо будет какой-то скачок либо те люди которые скупают знают что будет какая-то перспектива и в скором времени это все будет стоить других денег либо это просто чтобы как бы обесценить это все эти же сами же директора обесценивают ну чтобы люди как какие-то копейки получили и просто это ну заткнулись условно говоря у меня две версии спасибо ну смотри значит по поводу покупки внутрянки как я понимаю то есть мы прекрасно знаем есть люди которые считают что однозначно произошел скам что никаких выплат уже больше не будет не будет это даже наши голосования в чате показывают с другой стороны есть люди которые считают что нет роман викторович такой гениальный руководитель он все сумеет разрулить и так далее то есть люди реально верят что вывод может возобновиться и кстати но я делал опрос нашем чате вы видели что определенный процент проголосовал что выплаты возобновятся и люди видимо рассуждают так то есть если сейчас я могу внутрянку купить как ты говоришь за 5 рублей а потом откроют нормальный вывод и я буду выводить ее по номиналу то есть допустим 70 рублей за евро это хорошая сделка с их точки зрения вот так вот пожалуйста коллеги кто у кого еще какие мысли может быть кто-то уже делал операции с внутрянкой покупал или продавал то есть можете как раз привести ваши мысли ваши аргументы по данному вопросу по ситуации как оператива могу рассказать добрый день ален пожалуйста ну смотрите мы за весь год как бы такое итоговое собрание проводим определенное смотрите что можем видеть что за этот год кооперативу создали большие проблемы то есть два обыска с изъятием всех всех там документов электронных носителей всего остального естественно для работы компании любой это большой удар так скажем тем не менее почему обыска было два потому что после первого восстановили но почти все что смогли поэтому понадобился второй обыск и момент судами что мы можем видеть что уголовное дело в суд не передают мы это уже обсуждали вот не хочется повторять но плана коротко скажу чтобы слушателям было понятно ведется уголовное дело и его передадут в суд ну когда-нибудь да когда все факты будут доказаны соответственно это долго но в это время чтобы кооператив мог продолжать свою работу свою деятельность даже хотя бы с теми пачками которые на выход заявление написали рассчитаться в это время кооператив подает самостоятельно самостоятельно подает в суды соответственно и он отстаивает свои права законным путем то есть и пайщики подают суды и сам кооператив подает суды они там отстаивают различные свои права и вот за это время за эти но даже не год меньше получается по времени было дважды апелляционное решение то что такое апелляционное решение это решение судов ну более высокой инстанции скажем так об отмене арестов о том что аресты на счета кооператива были наложены незаконно дважды это произошло уже и один был такой же то есть решение о том что имущество то есть квартиры кооператива были незаконно арестованы но тем не менее опять снова наложены аресты по тем же основанием ничего не изменилось и опять сейчас идут то есть такие же апелляционные обжалования пока еще вот они не прошли то есть мы будем ждать что будет следующем году и еще было одно решение о том что это было решение по статье 125 то есть по жалобе на действие следствия о том что действие опять же действие не дают кооператива платить налоги зарплаты сотрудникам и так далее это же было положение положительно извините решение судебное снять арест частично со средств для того чтобы мог кооператив рассчитаться вот по этим обязательством то есть налоги он уплатил соответственно и зарплаты сотрудникам все выплаты были проведены о чем я хочу сказать в очередной раз о том что ни одного документа о том что кооператив работает незаконно мы до сих пор не видели кроме предположений не одного там судебного решения какого-то нету соответственно и за этот вот год мы видели четыре судебных решения которых говорится о том что действия следствия незаконны той или иной степени вот это касается ареста денежных средств и ареста имущества кооператива рассмотрение же по уголовному делу пока не понятно когда будет потому что для того чтобы само уголовное дело было передано в суд надо чтобы был чтобы было там все то есть полностью все обвинения все доказательства все там чтобы все 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 пункты были доказаны тогда только она может быть передана в суд и мы понимаем что раз до сих пор дело в суд не передано значит нет вот этих вот вот этой подборки всех документов и всех доказательств значит их просто нет если бы они были то уже бы передали дело в суд уже бы рассматривали Поэтому хочу пожелать всем нам терпения, подождать, терпения дождаться, чем все это закончится, терпение бороться за свое, терпение отстаивать свои права и всем счастья, удачи, здоровья в новом году. Ну, несмотря на то, что мы находимся очень часто по разные стороны, тем не менее, все мы в первую очередь должны быть просто людьми, которые хотели бы жить в мире и в добре. Ну, спасибо. Спасибо, Алена. Ну, смотрите, когда идет предварительное следствие, то следствие исходит из каких-то материалов. То есть есть у них какие-то там документы, заявления какие-то от людей, которые признаны потерпевшими или еще что-то. То есть следствие обязано принять меры. Ну, у них работа такая. Они получили там заявление, что у людей что-то украли, они обязаны расследовать этот момент. Они этот момент, когда расследуют, выясняется, что есть какой-то, допустим, эти потерпевшие предъявляют какой-то ущерб причиненный. Ну, там, сколько-то денег. И, соответственно, чтобы эти деньги, как бы, ну, куда-то не ушли, да, там, не пропали, не исчезли, накладывается арест. Это нормальная практика. Я сейчас говорю не именно о кооперативе, а вообще в принципе. То есть, ну, это нормально. И вот этот арест накладывается на момент, пока они не разберутся. То есть в чем там дело. Ну, дело в том, что когда вопрос касается именно вот нашей ситуации с кооперативом, то этот арест уже продолжается сколько месяцев. При этом следствие официально уголовное дело уже год больше года идет. И еще в материалах суда есть оговорка о том, что еще предварительно, еще два года было какое-то там предварительное-предварительное расследование. То есть получается, что уже три года собирали какую-то информацию, какие-то материалы. Все документы изъяли, все там электронные носительные информации изъяли. Ну, что еще может не хватать следствию? Ну, в чем еще нужно разбираться, если все документы у них, собственно говоря. И, тем не менее, все равно дело в суд не передается. То есть уголовное дело, я имею в виду. Ну, значит, делаем вывод, что вот эта вот логическая цепочка еще не выстроена о том, что вот этот совершил преступление, и вот все, что это доказывает, это преступление. Соответственно, а какие суды выигрываются? Это суды кооператив в основном. Обобщим давайте все эти четыре решения, обобщим под одно, как будто бы, да? То есть районный суд по запросу следователя накладывает арест. Ну, районный это самый первый, да, самый ниже стоящий, так скажем, суд. Накладывает арест, потому что следствие говорит, так, вот мы тут расследуем, надо разобраться, пусть пока деньги побудут в целости и сохранности. Ну, и квартиры заодно. То есть районный суд накладывает арест. При этих, это такое, ну, не совсем судебное разбирательство, как мы в кино видим. Это вот приходит просто следователь со своими документами и судья, и они вдвоем выносят как бы это решение, то есть, соответственно. И арест накладывают. А потом кооператив подает абелляционную жалобу в другой суд вышестоящий, там, в городской суд Санкт-Петербурга, и уже городской суд разбирается по материалам дела, то есть уже смотрит документы, что кооператив предоставил, какие аргументы. Какие он предоставил документы, какие следствия предоставил документы. И когда уже там в суде идет уже действительно разбирательство, уже сравниваются, поставляют факты, что один говорит, что другой говорит. Ну, давайте так это сочной ставкой сравним, что вот, ну, уже люди ведут диалог какой-то, это не в одностороннем порядке происходит. И когда ведут вот этот вот диалог, то суд как раз апелляционной инстанции, городской суд Санкт-Петербурга, выносит решение о том, что действия по наложению ареста на эти денежные средства и на эти квартиры незаконны. И вот четыре уже было вот за это вот время, за этот год, четыре было таких решений суда. Еще раз повторю. Два о том, что аресты денежных средств на счетах незаконны. Один, что арест квартир незаконен. И один о том, что нужно, что незаконны арест денежных средств, из которых нужно оплатить налоги и зарплату сотрудников. Четыре положительных решения суда в пользу кооператива. Кроме этого, есть еще масса других каких-то процессов, которые происходят. Это пайщики, которые отдельно подают на то, чтобы там сняли арест конкретно с их квартир, в которой они живут. Это те, кому нужно перевести в собственность, кто полностью оплатил паи, допустим. И они, получается, подают в суд и тоже выигрывают эти процессы, им переводят в собственность их квартиры. Ну, то есть параллельно идет много всего, но это уже более частные такие случаи. А вот то, что касается конкретно кооператива, ну, как юридического лица, четыре положительных судебных решения. И до сих пор нет ни одного как бы решения о том, что деятельность самого кооператива как-то там незаконна, и до сих пор нет никакого... То есть обвинение никакое не предъявляется, скажем так, по поводу деятельности кооператива. Больше того, кооператив сам обращался к следствию с тем, чтобы признать юридическое лицо кооператив потерпевшим. Ну, то есть логика какая? А раз вы считаете, что тут какая-то мошенническая схема, и все воровали, значит, получается, мы кооператив, то есть все пайщики тогда, получается, мы потерпевшие от деятельности каких-то там обвиняемых или кого? И в этом тоже следствие отказывает. То есть говорит, нет, вы от этого не пострадали. Ну, очень интересная ситуация. Вот сегодня видели, да, статья, вы, по-моему, ее уже выложили в своем канале. Очень интересное журналистское расследование. Я вот первый раз под таким углом посмотрела на эту ситуацию. Меня заинтересовало то, что там вообще описано, то, что вообще изначально потерпевшие оказывается организатор совершенно другого кооператива, и что там предположение о том, что действительно... Ну, то, что эти люди не пайщики кооператив Bestway, это уже давно известный, да, факт? Но, как бы, я, допустим, не думала, что они имеют отношение к другому какому-то кооперативу. То есть очень похоже прямо на конкуренцию. И там как раз вот в этой вот журналистском расследовании говорится о том, что, возможно, этот кооператив Вера готовили как бы для того, чтобы вот сейчас из Bestway все испугаются, начнут выходить, и вот мы их тут им предложим в кооператив Вера перейти. Альбин, а я вот не понимаю тогда следующий момент. Вот уже несколько раз звучало, что люди, которые якобы потерпевшие от кооператива Bestway, фактически не являются пайщиками. А как же уголовное дело-то тогда ведется? То есть есть люди, которые заявили, я вот пострадал от этой организации, и выясняется, что он даже в этой организации не состоял. Вот это как? Ну, вот нам тоже интересно, как это. Дело в том, что нету отдельного никакого дела против кооператива. То есть нет такого уголовного дела, в котором обсуждается именно вопрос против кооператива. То есть как бы вроде бы кооператив тут вообще слева стоял, получается. Но тем не менее именно его имущество на 15 миллиардов арестовывают. То есть вот так происходит, как происходит. Ясно. Хорошо. Спасибо. Хочу озвучить результаты опроса, который я в нашем чате делал несколько дней назад. Опрос звучал так. Начисление прибыли за февраль 2022 года, на ваш взгляд, говорит о... И вот интересно посмотреть, кто как проголосовал. То есть в сего опроса поучаствовало 148 человек, или голосов было отдано. 40% проголосовали, что начисление прибыли говорит об очередном шаге к восстановлению вывода. То есть большинство восприняли это позитивно, 40%. 15% выбрали вариант «Ни о чем не говорит, это очередная лапша на уши». И 29% создают видимость работоспособности, чтобы несли больше денег. Ну, то есть в принципе, там некоторые меня спрашивали, почему я именно так сформулировал. То есть если сложить второй и третий вариант ответа, 15 плюс 29, это получается у нас 44%. То есть фактически, если сложить эти второй и третий ответ, получается больше-то скептически настроено. И 16% проголосовали за четвертый вариант. 16% затрудняюсь ответить, для чего это делается. Ну, как видим, разные мнения. Поэтому если кто-то хочет добавить голосом, высказать какую-то мысль или комментарий по данному вопросу, пожалуйста, включайте микрофон. То есть именно начисление прибыли за февраль означает ли это, что тот план, который расписан на сайте Гермес Рекавери, постепенно пункт за пунктом выполняется? Или все-таки руководство или администрация проекта ведет со всеми участниками некую игру с непонятными целями? Ну, одно из предположений, чтобы в итоге кинуть людей в очередной раз. Такое мнение тоже имеет право на существование. Пожалуйста, кто хочет высказаться, включайте микрофон, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер, говорите. Добрый вечер. Как возвратил с декабря. Вчера. Добрый вечер. времени переостановлено, все, чтобы потом в дальнейшем, когда все нормально восстановить, отчисление будет или не будет? Вот это конора или процент, которые обещаны. Вот мне вот это интересует вопрос. Спасибо. Пожалуйста. Ну, если вернуться к новости, опубликованной на сайте Гермес Рекавери, новость от 9 декабря, там сказано, что мы начислим прибыль за февраль, и действительно это было сделано, и повторю, просто у нас тут к созвону подключается кто-то раньше, кто-то позже, там в последнем абзаце было сказано, что это даст нам, то есть начисление прибыли за февраль, даст нам отправную точку для анализа и последующей оценки активов, а также сложившиеся финансовые ситуации. В 2023 году мы продолжим работу над интеграцией с новой системой и переходом на блокчейн с целью расширения возможностей ваших личных кабинетов. Ну, то есть, по их словам, эта работа будет продолжена. Интересно, что, обратите внимание, здесь фигурирует фраза «отправную точку для анализа и последующей оценки активов». То есть мы в нашем чате и на созвонах много раз вообще обсуждали тему, вот эти цифры, те миллиарды долларов, которые должны быть на счетах Виста, за этими циферками что-то стоит, то есть действительно ли деньги куда-то инвестировались, или это была все фикция и пермида. Это ключевой вопрос, который я затрагивал еще в одном из первых видео буквально в марте месяце, когда сайты перестали работать. То есть в тексте, в абзаце звучит фраза, что мы, еще раз, «отправная точка для анализа и последующей оценки активов», что как бы намекает на то, что какие-то активы есть. Я прекрасно понимаю, что скептики возразят и скажут, это все чушь собачья, никаких активов не было, а была только внутрянка, которую как раз господин Евгений Набойченко со своими айтишниками успешно рисовали, по его же собственным словам. Ему Василенко давал команду, какую прибыль надо нарисовать, соответственно, Набойченко давал, видимо, команду кому-то из программистов или сам, и эта прибыль рисовалась. А вот что стоит за этими циферками и за этой прибылью, это вот большой вопрос. Поэтому, Аманжол, ну, естественно, я не Роман Василенко и связи у меня с ним нет. По их заявлению, по этому тексту, я так понимаю, они планируют это все делать в следующем году. Андрей, а вот если эти активы есть, как вы говорите, неоднократно поднимал в чате вопрос, а где они конкретно находятся, в какой компании? Мне так никто не ответил на этот вопрос. Ни Алена, ни Галина, может быть, сейчас они ответят. Если активы есть, где конкретно они находятся? Как говорится, никому рот не затыкают за так называемую правду. Кто-то считает, что это все пирамида и разводняк, имеет право на такое мнение, потому что факт остается фактом, заканчивается 22-й год. Да, у нас есть кабинеты с циферками, но вывода из кабинета никакого нет. Поэтому так называемые хейтеры могут совершенно справедливо сказать там, «Ребята, вам уже, извините, 9 месяцев компонсируют просто мозги». В течение 9 месяцев публикуют разные новости, позитивные и так далее. И чем это все закончится, никто не знает, действительно. Тут как бы вопросов нет. По поводу активов, то есть, смотрите, юридических лиц под названием «Гермес-менеджмент» и «Гермес-финанс» больше не существует. Я согласен. Тогда зададим следующий вопрос. А у господина Василенко вообще деньги есть? Ну, вот он живет где-то там за границей. Я же не думаю, но уверен, что никто из сидящих здесь не скажет, «Ну, наверное, он бомжует, он же нищий, у него денег нет». Наверное, у него есть на что жить, на что питаться. То есть, какие-то активы, какие-то деньги у него там где-то за рубежом есть. И тогда я задаю следующий вопрос. А как это у него деньги есть, а юрлица нет? То есть, вы серьезно думаете, чтобы иметь деньги, надо иметь юрлицо? Я так не считаю. Он может иметь деньги и быть мультимиллионером, как физическое лицо. Если резюмировать, Андрей, на этот вопрос однозначный и четкий ответ может дать только господин Роман Василенко. Сколько активов? Где они? Стоит ли что-то за этими циферками? А господин, товарищ офицер, как вы прекрасно знаете, не жалует людей, тысячи людей, которые ему поверили и за ним пошли. Он не жалует какими-то объяснениями. Все 9 месяцев он записывает мотивационные ролики, рассказывает, как правильно жить надо, но не сделал ни одного видео с пояснениями, а что же происходит в его компаниях, которые он создал. И если вот эти деньги. И у нас в результате получается, вот мы сами варимся в своем соку, проводим вот такие-то, такие созвоны и рассуждаем, а есть вот там активы или нет. Так что вопрос остается открытым, как говорится. К нам заходил, например, и насколько я понимаю, сейчас присутствует Андрей Крындушкин, вот он здесь. И на прошлом созвоне Андрей сказал, что якобы, у него есть информация, что есть некая компания из Калининграда, и там есть некий человек по имени Дмитрий Савченко, которому Василенко передал деньги в управление. И якобы эти деньги были потеряны. Ну вот, такая информация есть. Андрей, может быть, за прошедшее время еще какая-то дополнительная появилась? Я не знаю. Здравствуйте. Хотите меня тоже послушать сегодня, да? А то, что я заблокирован уже был. Еще раз всех с наступающим завтра праздником, да? Значит, Андрей, в отношении вот этой ситуации с Инстафорекс, я это комментировал тогда, когда начиналось знакомство на Бойченко и Василенко. В тот момент были долги у Василенко, были проблемы у меня, познакомил их с Женей, они начали в Сочи с кем-то запускать вот эту всю лавочку, да, по Инстафорекс. Они были практически очень крупными ребятами такими на тот момент, потому что это был один из лучших филиалов тогда. Я не знаю, у меня нет представления, откуда, сколько денег привлекали. В то время очень много с Кавказа привлекалось денег, с Махачкалы, потому что у Романа были там самые большие наработки после сейф-инвеста, потому что это было все по-свежему на тот момент, да. Значит, в Инстафорекс я с Гусейном Магомедовым, которого, помните, может быть, я рассказывал, в другой группе рассказывал, тогда мы с ним еще там пытались конференции делать небольшие. Да, я с ним открыл Альпари офисы по всей Украине, мы начали открывать. Они с Романом разругались, а Роман открыл офисы с Набойченко. Ну, еще там какой-то у них инвестор там был вот из Краснодарского края, какой-то там депутат, что-то там кто-то им денег там давал на это все развитие. Я как бы не в курсе этого. Да, совсем недавно, буквально, сколько это, месяца два с половиной назад, я был в Батуми. Вот, я встречался с Александром Нечаев, по-моему, фамилия. Надо глянуть, просто у меня в почте, я не помню правильно. Да, это один из отдела, финансового отдела ИнстаФорекса. Там работает порядка десяти таких вот партнеров, прикрепленных к каждому. Я фамилию называл тогда по-горячему как-то, вот писал, он потом был блокирован. Я вот забыл сейчас фамилию. Нет, нет, Савченко это владелец вообще этой организации, то есть лично ему никто деньги не передает, он владеет просто брокером, да и все. Это брокерская калининградская компания, она очень давняя и все. Вот, есть принцип работы, LLP называется Loss Profit, да, то есть, грубо говоря, там сколько сливают, столько и откаты там, да. То есть принцип, но это нельзя как бы типа озвучивать, я уже там, в принципе, отношения не имею к этой компании, да. В принципе, мы там ее и раскручивали не так долго, в отличие от Alpari. Вот, но совершенно это свежая информация, мы там два с половиной месяца или два назад, вот примерно так мы в Батуми виделись с руководителем этого партнерского отдела. И он очень подробно рассказывал вот эту ситуацию по Набойченко, который человек был к нему закреплен отдельно, и вот я подозреваю так, что, я не могу это утверждать окончательно, да, что с этого все и начиналось. То есть туда как бы, во-первых, это было развитие на протяжении, там, я не знаю, они около года работали очень успешно. Женя занимался созданием, там были такие вот сайты, которые, как зеркала, да, которые вот крепятся к основному сайту, да, по которым как по рефералке переходят. То есть Женя занимался разработкой вот этих сайтов, там предлагал роботы и все, что угодно, лишь бы там заходили через это все. Он делал свою работу, делал он это, кстати, всегда не самостоятельно, и еще раз вот он там рассказывает, что он программист. Я никогда в этом лично сам не убеждался, вот, потому что сам я далек от программирования, но когда-то вот Женя мне, находясь, когда я в Дубае, да, я там начал свой проект делать по, это по рекламным материалам, неважно, он мне дал некого Мишу Крамора, Крамор Михаил, да, по-моему, так, у меня в почте где-то остался, переписки. Вот он у меня проработал где-то год на зарплате, две с половиной тысячи долларов, и он мне рассказывал, как Женя очень далек вообще от понятия программирования, все задания он обычно поручает, в принципе, ничего он такого и не врет, он же говорит, что у нас там отдел 30 человек, наверное, кто-то там где-то как-то, ну, просто на аутсорсинге работает, но это совершенно не отдел, да. Вот Женя просто повернулся знакомством, которое я организовал с Романом. Вот, а вот деньги изначально текли в ИнстаФорекс, и они сливались, потому что это были роботы, которые писались, были там, уже не постоянно была вот эта вот разработка роботов, ну, на МКЛ языке, это в МТ-5, в МТ-4 терминале, вот эти разработки. Это, эти стратегии, в принципе, может там студент научиться писать, это мучат, в принципе, за месяц. Мы это сами обучали в офисах в Украине и так далее. Вот он занимался, вот один будет робот лучше, другой хуже, то есть потому что до изначально этого ИнстаФорекса, до знакомства его с Романом, Женя работал со мной года два. Я ему давал деньги в управление, а потом начал сам играться. Форексом действительно, действительно потерял кучу денег, вот о чем он заявляет, вот, говорит, тебя там ищут же, когда тебя найдут. Да, никогда меня никто не найдет, я везде поразбирался, все в порядке. Но это была вот такая правильная история. А вот совсем недавно, вот с Александром, с которым встретился из этого отдела ИнстаФорекс, он мне напомнил, что вот Набойченко и был, как бы, самый крупный, вот, грубо говоря, там, туда, ну, влив денег, который шел, да. Набойченко сам не работал, потому что на Романе держалось это все. Роман, как бы, был всегда лучшим, ну, лидером, наверное, с которым все идут фактически. Принимались деньги в управление просто, и все, которые сливались. Дальше нужно было отбиваться, потому что были большие сливы. Я также напомню, что я также потерял с Романом тысячи, по-моему, двести или триста долларов на Аль-Пари, потому что я тоже поуправлял не умело. Это было так. То есть потом просто Роман после этого уже начал Инстой заниматься. Вот. И я знаю, что Роман отбивался от этих долгов. Почему я заявлял о том, что Роман, в принципе, порядочный человек, несмотря, да, на ситуацию сейчас. Потому что знаю, что он выполнял перед, ну, я могу фамилии, имена поназывать людей, там, которые, там, непростые, да, вот, там, с Дахэнерго и так далее, крупные, которые ребята были такие все, которые занимали денег, там, да, и давали на это управление. Роман отбивался, закрывал эти долги самостоятельно, как мог. Он перепрыгивал с одной ноги на ногу, ну, лишь бы держать свое слово. Поэтому я не знаю, как сейчас у вас будет ситуация. Я просто наблюдаю, мне интересно. Захожу, понятно, там, с других аккаунтов, ну, иногда посмеяться, там, потому что ругаются, бывает смешно. Андрей, ну, вот, хорошая, как говорится, у нас тут тема для обсуждения. У нас неоднократно мы как раз обсуждали вот эту тему пирамида, не пирамида. Потому что, конечно, массовое использование внутрянки последние годы привело к чему? К тому, что действительно многие, чтобы завести деньги, например, на счет Виста, они просто, ну, совершали операцию обмена, отдавали, там, консультанту, например, там, рубли, переводили на карту, кто-то наличкой, и в результате многие говорят, ребята, какие инвестиции, вы о чем? Внутрянку крутили туда-сюда, просто гоняли, да? Но, по твоим словам, получается, вот ты сам говоришь, что именно было сотрудничество с брокером Инстафорекс, и деньги именно уходили в торговлю. Ну, то есть, по твоим словам, я делаю вывод, что у Василенко не было именно цели сделать пирамиду, где деньги только перераспределяются между участниками, гоняются со счета на счет. Нет, цель была именно запустить деньги в работу. Возникает другой вопрос. Ты сам говоришь, что в результате, там, торговли, неудачной торговли на Бойченко, какая-то часть средств сливалась. Но, извините, сразу возникает вопрос, а если Василенко видит, что значительные суммы сливаются, может быть, надо какие-то меры принимать, да? И надо, так сказать, ну, может быть, найти другого брокера или другого трейдера. Вот что скажешь на этот счет? Андрей, помнишь пословицу, отец ругал сына не за то, что тот играл, за то, что отыгрывался, да? Во-первых, это ситуация начальная. Это самая начальная стадия, когда уже пожар начали тушить бензином практически, да? То есть, это Роман нашел вот в себе там те силы, качества, да, которые, ну, грубо говоря, на нем держался и SafeInvest, и потом была другая там какая-то организация, я забыл, Division там как-то называлось что-то. То есть, фактически, просто Роман начал привлекать и уже делал свою организацию. Я уже повторялся как-то, у меня была уже одна запись с вами. Делал он это неумело. Была куплена какая-то там дешевая лавочка за 600 долларов. Что вы обсуждаете этот гермес? Кому он нужен? Он и тогда ничем не привязан был. Вот и то, что вы там менялись, например, этой внутрянкой. Да это, господи, это внутренняя система. У меня вот Lucky Capital, который был, но у нас там внутрянки не было. Мы ее потом запретили, дабы, чтобы нас пирамидой не называли. Но, тем не менее, у нас тоже были внутренние переводы. Я вообще не создавал никакой компании, ничего не покупал, дабы меня не начали, вот как у Романа, там, Дёргать, а какая лицензия, а где зарегистрирована, а когда купили, а на ком была. Это все ерунда. Это просто вот, это фасад, знаете, вот обстановка вокруг, да. Но Роман никого изначально не кидал, просто он не юридически грамотно не построил эту всю систему. Плюс доверился Жене на тот момент. Я не говорю, что на Бойченко послевал все деньги. То есть, это было начало, как бы, этой всей проблемы, да, откуда все запустилось. То есть, когда был ИнстаФорекс, не было же никакого Гермеса и никакого Life is Good на тот момент. Это уже последствия. Андрей, да, дополнительный вопрос. А вот ты говоришь, когда началась эта работа с ИнстаФорексом, это примерно какие годы? Это с 2008, нет, 2009 где-то и по 2012 год. А, ну понятно. То есть, это получается за несколько лет. Поэтому это очень старое. Да, да, да. Я же вам говорю перед историю, как все начиналось. Это просто, чтобы все понимали, это за несколько лет вообще до создания Гермеса еще. Ну, потому что мы с Романом дружим с 99-го года все-таки. И прям мы активно дружили, настолько активно, что он там дома и у меня в гостях жил, и летали вместе все путешествия. У нас не проходило там. Ну, то есть, мы даже гостиницу всегда пополам делили, если без девчонок летим там куда-то, да. То есть, у нас... То есть, я примерно представляю характер Романа, и я знаю, как он сталкивался с проблемами. Я помню, как ему угрожали, звонили в Питер с Махачкалы, и там не один человек звонил. Он требовали деньги, и я знаю, что он переступал там с ноги на ногу, но он выкручивался то процентом, то чем-то погасить, как-то отдавал. То есть, я на предмет его порядочности. Он где-то психует, он не понимает юридически, что он делает. Порой это действительно так. У него есть слабая сторона, это вот юриспруденция, это не его вообще конек, да. То, что ему сейчас предложили, вот быстренько вот такую офшорку купишь, вот тебе Life is Good твоя школа, где ты будешь обучать. Раньше это по-другому называлось, в Анталии постоянно проводились эти мероприятия такие, еще до всего этого, да. А Bestway этот, к нему действительно, вот вы обсуждаете, ну вы обсуждаете хозяйственную деятельность компании, этой Bestway, да, этого кооператива. Там, наверное, по большому счету претензий к нему-то и нет, понимаете. Ну, кроме, может быть, там капитала, который в нем не весь, скажем так, заходил от вот этой надуманной Гермес организации, да. Потому что Гермес это и был как бы основной фасад, который собирал, по сути, деньги для управления, для покрытия там каких-то своих дыр, наверное, да. Да, это, то есть, ну, надо признавать, что, скорее всего, так и было, да. Я не спорю, что Роман хорошо раскрутился, и активов, и денег было там столько, что можно было не то, чтобы там позакрывать все проблемы, которые там накопились в прошлой жизни, назовем так, да, разделим жизнь на два. Но, тем не менее, вообще, чего вы этот БСТВ обсуждаете? Какие к нему юридические претензии могут быть? Это обычная организация, там, пайщики эти, там, которым квартиры арестовывали. Ну, да это вообще хозяйственная деятельность практически, там, какие уголовные дела можно против БСТВ вести? А вот Гермес туда добраться тяжело, потому что, по сути, есть некий Белис, другая юрисдикция, к которой там Россия вообще там даже близко пальцем не может там тронуть, задеть. Выяснять было, но что-то не было, все менялись внутрянкой, и сейчас вот просто год все сталкивают людей лбами между собой, кто кому передал денег. Но явно консультанты не пытались, наверное, обмануть ближайших там своих родственников друг друга, как вот там всех пишут, а, там, лоховод, или как вот эти все выражения друг к другу. Но явно никто не пытался, все шли вот за тем, что понимали, что средства куда-то передаются. А вот какая часть этих средств передавалась в реальное управление, понятно, что это уже не был Инстафорекс, это я вам рассказываю предысторию. Понятно, что денег вот этих Гермес, они не в Инстафорекс пошли, иначе там Калининград бы уже расстроился по-другому, понимаете, наверное, в Евросоюз вошел бы. Это предыстория этого всего. Хорошо, Андрей, дополнительный вопрос задам. Значит, получается, вот по твоим объяснениям, работа с Инстафорексом у Набойченко и Василенко велась еще вот 2008-2009 год. То есть, получается, за несколько лет до создания Гермеса. По твоей информации, в 2014 году был создан Life is Good, Гермес зарегистрирован в кооператив Bestway. То есть, получается, когда уже появился Гермес, была какая-то работа с Инстафорексом? А я этого не знаю. Я уже сам находился в розыске с 2012 года. Жил в Дубае, мы с Романом не общались, потому что мы поссорились на предмет долга 300 тысяч долларов, которые в Альпари были потеряны. Хорошо. У Романа была истерика, то есть мы там поругались сильно на тот момент. Я понял. Смотри, на предыдущем дозвоне ты рассказывал, что у тебя был контакт с Василенко там несколько месяцев назад или там что-то вы обсуждали, и что Василенко был сильно расстроен. То есть, он как бы, по твоим словам, хочет с людьми расплатиться, хочет вернуть деньги, но вот он попал в сложную ситуацию. Так я вот еще раз. Ты говоришь про Инстафорекс, но выясняется, что эта ситуация с Инстафорексом, извините, была там 10 с лишним лет назад. Ну, конечно, это предыстория. Я предысторию рассказываю, откуда взялся Найбойченко и почему я в версии говорил о том, что ты же руку приложил к этой всей истории. Потому что Найбойченко остался и в Life is Goody, в этой всей песне дальше. Я поэтому это говорю. Хорошо, спасибо. Ну и плюс недавняя встреча, недавняя встреча вот этот Александр, который представитель Инстафорекса, встреча. Вот я в этом. Ну и последнее, вот я там напомню, с Романом у меня было всего таких вот, ну вот созвоны, которые один у меня был весной, полный такой, прям мы поговорили долго, почти там около часа, да, я был в Камбодже, и мы разговаривали за эту ситуацию. За всю, то есть ему нужен был сайт срочно, ему нужно было что-то делать, он пытался, парился прям как с людьми, вообще он будет расплачиваться и что делать, потому что рассказывал, что как Женя напьется, блядь, он такое учудит, и вот это вот было такое, да, он был зол. И мы один раз только общались вот еще где-то под конец августа. Я задал вопрос, почему ты не выходишь, ну, был момент, когда я Дмитрием там знакомил, да, по Интерполу, это отдельная тема, да, это было уже летом. Вот, ну, отдельно мой разговор был вот к концу лета, говорю, что ты не выходишь на связь, говорю, это же лучше, говорю, у меня тоже ситуация там своя, я свой проект делал, говорю, надо выходить. Вот мне нельзя типа светиться, мне так сказали, вот кто там ему там, юристы его сейчас работают по его именно уголовному направлению, да, вот тебе нельзя вообще ни слова не говорить, это все будет там как бы следствию только на руку, и сам себе все-то нарушаешь. Вот это и все. Я как бы, просто я ожидал, почему был мой интерес, я ожидал, что Роман меня поблагодарит по Интерполу как-то, да, то есть действительно это все заявление стоило недорого в комиссию по Интерполу, да, оно там порядка девяти месяцев притормозит его файл, но уже они истекают скоро. Вот дальше комиссия должна принять решение, либо его исключить совсем, либо все-таки объявить в розыск. Вот поэтому, когда там пишет, вот Краснов или Евгений, кто он там, да, что я вот доказываю, что его там объявили, объявили, это не разместили, это разные вещи абсолютно, вот надо не путать. Здесь очень грамотная женщина, одна вот, Алена, которая, мне очень нравится, что она рассуждает хотя бы процессуально как-то грамотно, вот. Ну, а так в целом, я думаю, что на что-то ответил, посижу вас, послушаю, еще раз наступающе, не буду отвлекать время от других участников. Спасибо, Андрей, но возник еще вопрос, смотри, ты говоришь, встречался с Александром из Инстафорекса, но когда Александр рассуждал про эту историю с Набойченко, он вспоминал вот те далекие времена, там, десятилетней давности, или он говорил про какие-то события недавние? Нет, нет, это были, это давность уже, да, времени. А, понятно. Это не свежая, нет, это, ну, чтобы не искажалась информация, это давняя информация. Ну, понятно, да, потому что, видишь, когда на предыдущих созвонах, когда ты сказал, что вот там потеряны деньги в Инстафорексе, ну, у меня сложилось впечатление, что... Деньги были в Инстафорексе, а это основная сумма, откуда все начиналось, все скандалы, все потери, ну, вот эти вот долги, то есть, вот эта горящая обстановка, которая, откуда началась, это начало, это история. Но это не было в созвоне, это в переписке, я там написал как-то в двух группах о том, куда уходило. Ну, после разговора, после 30-го тома. Хорошо, Андрей, спасибо. Следующий вопрос, вот смотри, последний раз, когда ты с Василенко контактировал, и он был зол на Евгения, что вот Евгений там начудил, что-то сделал. Но, смотри, что сделал Евгений, по его же собственным словам. Он пошел на сотрудничество с правоохранительными органами и передал управление серверами в правоохранительные органы, отключил все сайты. Но, ключевой-то вопрос у нас всегда стоит, а если у компании Гермес за рубежом, как утверждается в их же собственных отчетах, есть активы на миллиарды долларов, это всего лишь временная трудность. Ну, передали там сайты в правоохранительные органы, сделали новые сайты и начали работать, потому что активы есть, они в безопасности. А ты говоришь, что, а Василенко звонил, он такой вот в расстроенных чувствах, злой там и нервный. А что он нервничает? Только из-за того, что сайты отключены? Была весной, это была весной. Потом мы на Бойченко уже, нет, на Бойченко мы уже после весны не обсуждали, это было неинтересно. Я ему пытался, ну, мой интерес был, я ему пытался продать копию нашего сайта, потому что мы год разрабатывали практически. Вот и на этом немножко подкрепить свои активы, вот это был мой интерес. Вот поэтому, по поводу серверов, как это все звучит, это, ну, знаете, для первобытных что ли, господи, я не знаю, потому что сервера эти все арендуются. Вот у нас тоже там сервер был, мы за него платим там 400 долларов, и он где-то у нас там в другой стране лежит, и никто туда его тронуть не может, и так далее. Все это звучит там, что передали данные, отобрали базу, ну, просто, господи, выключили сайт, да и все. На хвостинге, вот и все. Это все просто с ним разговаривается. Хорошо, Андрей, я об этом и говорю. То есть, если есть активы на миллиарды долларов, ну, там, отключили у тебя сайты, неважно кто, правоохранительные органы, хакеры взломали. Главное, у тебя активы в безопасности. Так, а что тогда Василенко переживать-то, понимаешь? Ну, потому что, ну, давайте так, я проходимец в данной ситуации именно по этому проекту, да? Ну, я там прошлой же... Проходимец в смысле мимо проходил, да? Ну да, мимо прохожу, да, зная там романа, и я думаю, что, я думаю так, это допускаю, что выглядит так, что, естественно, покупались какие-то там свои, понятно, что там дома или машины, или еще что-то, да? И какая-то небольшая часть средств шла на какие-то вот подобные, там, криптовалютные проекты, где какие-то роботы наобещали, на зарабатывают роману и все. Никаких эксклюзивных вариантов, что это где-то на каких-то фондовых рынках в Европе это торгуется и так далее. Этого никогда быть не могло и нет, потому что, ну, человек, который сталкивался хотя бы с микро-пониманием, что complaints в крупных брокерских компаниях Европы, там отчеты совершенно другие должны быть, понимаете? Никакое там юрлицо, которое там за 600 долларов куплено на Белизе, оно не будет в Европе или где-то там торговать на фондовых рынках. То есть роман куда-то просто передавал, наверное, может быть, там процентов 20 денег на какое-то управление, которое могло что-либо покрывать. Был расчет на то, что будет система работать и дальше успешно, потому что, в принципе, позитив сохранялся на фоне вот этой всей обстановки, да, когда люди идут, семинары проходят и так далее. Вот. А другие деньги тратились только на свои потребности. Ну, наверное, так, да. Но это правда. Но я думаю, что сейчас единственное, конечно, роман озадачился, потому что пострадала слишком его репутация перед близкими, перед разными людьми пострадала. И я думаю, что он по сегодня ищет поводы и способы, как он будет это все компенсировать, но вот этого проекта недостаточно, совершенно недостаточно, чтобы всем начать платить. Он ищет способы. Но выходить на связь, как вот последний наш был разговор с ним, где-то это конец августа, вот он сказал, что ему нельзя, хотя нет, не августа, это позже, сентябрь даже конец, наверное. Вот он сказал, что ему нельзя, просто он собирается, сделать ничего не могу, но выходить мне тоже нельзя в свет. Все. Больше как бы, ну, я просто наблюдаю дальше. Хорошо, Андрей, еще раз проговорим. Получается, когда ты ссылаешься, вот у них там была история с Набойченко, это была история десятилетней давности. А сейчас-то вот что во время последнего вашего разговора Высенко сказал? Сложность-то в чем возникла? Где вот эти активы? Кто-то где-то проигрался, потерял? Что произошло? Мы это не обсуждали. А, не обсуждали? Нет. Понятно. Ну, мы договаривались увидеться, он сказал, говорит, надо не по телефону поговорить где-то, увидимся, обнимемся, выпьем, посидим, тогда давай поговорим про все, а в итоге, ну, это должна была встреча быть в Дубае, это уже как бы мы, ну, он уже не там, вот, но мы не увиделись. Андрей, вот возникает, смотри, какой вопрос, значит, вот и через твои руки, и через руки Романа проходили достаточно крупные суммы. В твоем проекте какой максимальный товарооборот был? В смысле товарооборот? Ну, то есть максимальный баланс в управлении или что-то? Да, да, да. Максимальный баланс, да. Нет, ну, у меня совершенно не такие суммы, как у вас. Это 7 миллионов 300 тысяч в долларах. Ну, хорошо. Вот, смотри, и у меня, и у многих других участников чата, вот, знаешь, меня даже некоторые как бы спрашивают, если уже год, можно сказать, в проекте Василенко ничего не работает, ну, в смысле, вывода никакого нет, есть там спустя 9 месяцев только кабинеты с циферками, да, то есть, ну, и кто-то может сказать, какие выплаты вы еще ждете, ребята, какие выплаты, все уже давным-давно соскамилось и так далее. И вот у многих возникает вопрос, ребята, вот, имеется в виду, ребята, Василенко, Андрей Крындушкин, да, вот, через ваши руки проходят серьезные деньги, там, через твои руки, как ты говоришь, прошло 7 миллионов, у Василенко там, наверное, десятки или сотни миллионов, а может быть, миллиарды. Так, вопрос в следующем, а почему нельзя так их инвестировать, чтобы эти деньги не терялись, что вы постоянно куда-то их вбухиваете, что они сливаются и теряются? Или вы только такой способ видите для заработка? Вот вопрос в чем. Андрей, ну, я на самом деле, вот, где-то года полтора в проекте вел отчеты, у меня где-то 20 отчетов и доступа были к счетам клиентов. Вот смотри, у нас, у меня небольшая была организация, да, там 1174 человека, мы остановили, у нас не было сетевого маркетинга, вот этого MLM и так далее, семинаров, то есть 1174 участника, у всех разные депозиты, минимальные у нас можно было тысячу, и там максимально у нас один человек, по-моему, 350 держал. Вот, суммарно это было под 7 миллионов сумма. Значит, за полтора года есть, которые получали там и под 200%, и больше, а вот недовольных осталось, которых врагов у меня, да, я об этом не скрываю, у меня где-то осталось, вот, ну, мы считали там точно, у нас база тоже есть своя, это 168 человек, которые не получили там агрессивных, это человека там 3-4, которые, ну, ко мне вот так с неприязнью относятся сегодня, причем суммы, у которых небольшие достаточно. Вот, поэтому большую часть я выплатил, и когда мы даже при том потеряли деньги, я говорю, ребят, у нас же как бы система для прозрачности была построена каким образом? У нас есть свой чат, вот такой же, как у тебя, на сотню людей больше был чат, да, где, понятно, я админ, такой же, как ты. Я сказал, говорю, давайте так, вот смотрите, денег у нас стало больше, потому что мы изначально там думали, что у нас там потолок, это там 200-300 тысяч долларов, и нам хватит с головой управлять, и у нас там маленький коллектив. Да, когда нас стало много, я говорю, во-первых, нам нужно несколько счетов, мы не можем у брокера, это малазийский брокер, держать средства на одном имени, потому что есть complaints, есть верификации, есть куча там проверок по налогам и так далее. Вот, поэтому, говорю, давайте вы в своей группе, так как вы все вместе скидываетесь деньгами, фактически отправляете, не зная меня, у нас нет ни компании, ничего, ни лицензии, никого, то есть вы выбираете у себя, вы все в группе дружите, выберите, пожалуйста, 20-25 человек, которые будут владельцами, грубо говоря, бенефициарами этих счетов. То есть в среднем на счет это там шло 500 тысяч долларов, да, вот, и таких людей выбрали голосованием, вот как у тебя голосование в группе. Мы на эти счета перечислили в среднем это по 500 тысяч долларов, вот, и с этих денег мы снимали, поэтому когда все хотели убедиться, существуют ли у нас балансы или не существуют, то мы всегда там говорили, давайте вы все зайдете в свои аккаунты и посмотрите, сколько денег. И там все подписывали и говорили, ага, у нас там столько, все знали, сколько сняли. И я не имел доступа к этим аккаунтам, даже паролей, потому что это у брокера, мы не создавали свой сайт для этого. Вот это и было прозрачность, поэтому ко мне нет претензий. Да, если я правильно понял, то есть вы распределили собранные средства среди, сколько человек было с открытыми счетами? 27 человек. 27 человек. И, соответственно, вот эти 27 человек, они, можно сказать, у них были открыты счета, и они видели вот эту торговлю. А торговля вручную велась или с помощью роботов? Да, вручную. Я практически не спал год, я потерял кучу здоровья за это время. Но за этим все следили люди, у нас активно публиковала группа 24 часа, что происходит со счетами и так далее. У меня поэтому нет уголовных дел, преследований никаких и так далее. Снимали мы каждый день, в среднем это там, ну, все равно там выводили по 70 тысяч долларов, где-то 50-70 на комиссии только людям. А у меня на мое имя никто ничего не перечислял. У нас было просто выбрано там примерно процентов 40 это русских, 60% украинцев было выбрано на счетах. Но это все могут подтвердить, поэтому как бы вот у меня и нет претензий с людьми. И сейчас у меня еще все ждут, когда новый проект запустишь. А когда мы все облапошились с этим всем, у нас действительно мне там начали все говорить, ты врешь там, что сервер полетел. Это не сервер, вот Женя хорошо разбирается в этом, это копировальщик сделок между счетами, между МТ-терминалами. Да, у нас там действительно был, ну, не у нас сбой, а просто там на польской компании отключили сервер, а когда сделки разъединяются, они потом не знают друг друга по номерам, ну, то есть они не могут быть закрыты или открыты, они могут в прибыль, наоборот, улететь. Могут просто сгореть, да, ну, то есть если там риски были повышены. Вот при этом всем, когда это произошло, претензий не было ни от кого, все начали говорить, сколько мы еще можем подокидывать, давайте все это восстанавливать. Я взял месяц паузы, при этом я заработал там буквально там с 20 тысяч долларов 427 вышло, и вот это меня вот Женя там попрекает про трактор, про Кению. Я говорю людям, говорю, вы помните, я вам путешествия в ролике обещал, вот говорю, давайте вот вам бесплатные билеты, я там остров один этот выкуплю на месяц, там арендуем в Кении, есть один остров всего лишь. Говорю, давайте все встретимся, хотя бы что-то выполним, и потом мы решим, как двигаемся дальше. Ну и все, и дальше началась война, вот весной мы как бы, у нас там все разругались, там матами переругались между собой русские и украинцы, и я как бы сейчас хочу там разделить проекты, русские и украинские отдельно, и вообще других Андреев-Крындушкиных найти, никаких названий не рекламировать, как это называется, вот, и я сейчас на это деньги трачу. Ну это, извините, я кратко вот рассказал о себе, но я не говорю ни названий, ничего больше дальше. Нет, все нормально, смотри, Андрей, вот, а торговля шла на фондовом рынке или на Форексе? Нет, это синтетические индексы, они, это два брокера, они есть только в ЮАР и в Малайзии, это ВИКС называется, ВИКС, индексы страха можете набрать по-другому называются, вот, они, во-первых, работают все семь дней в неделю, и они работают только по техническому анализу, там нет фундаментального никакого фактора на них, поэтому там не надо быть гипераналитиком, но это... Так вот, Андрей, возникает вопрос, смотри, еще раз, вот, на прошлом созвоне ты как-то сказал, сначала потеряли 2 миллиона, потом ты попытался отыграть и суммарно потерял еще 8, да, там, в итоге минус 10, если я правильно помню. Нет, ну, 7, ну, 7, 335 у нас там. Ну так хорошо, так, Андрей, а как же правило, золотое правило инвестора, не держите яйца в одной корзине, вот любой сейчас, кто присутствует на созвоне, может сказать, как вы, ребята, умудрились 7 миллионов бабок загнать куда-то в одно место из-за какого-то отключения сайта, чтобы у вас это все слилось. Это как надо так гениально управлять деньгами, чтобы у вас... Но, пожалуйста, отвечай. Ну, за полтора года было выведено, во-первых, все равно где-то 150 процентов, вот, по счету, то есть мы не в минусе остались, у нас остались в минусе новые люди, которые зашли в проект, вот, где-то последние ID, которые у нас начинались там с 900-го, да, там, а все страны в шоколадных плюсах до сегодня хвастаются, и еще и наклейки на машины клеют, с нашим брендом, которого уже нет, ну, вот так. Ну, хорошо, смотри, тогда смотри, у нас страна нет. Помощник, ну, это моя, это моя, смотри, это моя вина техническая. Это моя техническая вина, ну, во-первых, мы не мой проект разбираем, а по Василенко ситуацию, да, я, я действительно допустил оплошность, вот, я ее исправляю, я перед людьми это признаю, я выхожу с ними в эфир. Вот, последний мой эфир был три недели назад, мы целый час просидели, разбирали, как будем двигаться дальше. Да, и я действительно там все цели ставлю сейчас на Африку, потому что это война, она там пересорила всех нас там, ну, которые дружили в группе, вот, ну, вот я сейчас этим занимаюсь, я просто, ну, не буду там докладывать, где именно двигаюсь, что делаю, как называется проект и так далее, но вот такая у нас жизнь. А вот у Романа, например, у него знаний технических, да, и вот, тем более там по трейдингу, нет, я по трейдингу фактически лекции читал, я могу очень глубоко на эту тему говорить, да, у Романа их нет, Роман прекрасный оратор, он прекрасный лидер, он самый лучший, более того, вот его все там порочат, там, слово офицера, вот, там, не держат, да что он сделать может, денег сейчас там нет, очевидно, он, его минус, который вот он позволил, да, это я так понимаю, потому что, ну, это было и раньше, и в Сейф Инвестии так же было, вот, потому что там тоже мы годы провели вместе, да, это просто трата на себя денег, которые вот так кэшем, наличкой передавались, в Сейф Инвестии работала та же система, то есть мы точно так же, вот, мне это не нравилось тогда, у нас там тоже на Кипре был счет для вот этого там, Гравы, Рефизайти, я забыл, как называется, Гравы, ну, Медлайф компания, которая была, туда нужно было перечислять всегда минимальный взнос, это 2000 долларов был, но они же не перечислялись, мы ходили по номерам, по гостинице, это всегда было в Шератоне организовано, каждый месяц это Шератон, это мы ходили по номерам, стучали и собирали деньги, наличку, а потом ее куда-то вот так сдавали, а кто-то где-то себе ее там зачислял, типа, когда ее сдавали, тут же они спускались, деньги эти все на яхты там, которые мы гуляли там, или еще что-то, я не вникал в механизм, но я подразумеваю, что модель, она взята оттуда была изначально, вот, ну, это может там и Гусейн рассказать, если надо, это его близкий друг гораздо еще дольше, чем я там был другом, вот, поэтому это, я просто допускаю, что выглядит вот так, не надо, ну, то есть мои допуски, это там 90%, что картина такая, это это для себя, а я наблюдаю за вашим чатом и все. Андрей, да, ты правильно говоришь, что цель-то не обсуждать твой проект, но еще раз, вот, и у меня, и у многих участников чата, вот, возникают вопросы, вы, товарищи, которые организуете свои проекты, через ваши руки проходят огромные суммы, там, миллионы, десятки миллионов долларов, и вы каким-то образом умудряетесь все это, мягко говоря, профукать, да, не буду выражаться сейчас, то есть, и, ну, и я, и я, и многие другие просто в недоумении, ребята, у вас в руках были колоссальные бабки, и вы, вместо того, чтобы, как говорится, делать людям нормальную долгосрочную прибыль, вы куда-то это все сливаете, и получается, вот, смотри, даже сейчас, я тебе дам слово, пожалуйста, говори, получается, Василенко плачется, ага, у меня катастрофа, меня кинул мой ведущий там программист, Набойченко подставил, у меня денег нет, да, сейчас он скрывается за пределами России, бедняжка, да, Андрей Гриндушкин выходит на связь, да, у нас были миллионы долларов, да, мы торговали, потом, блин, техническая ошибка, все слилось, ребята, вы, вот, я поражаюсь на вас, а посоветоваться, вот, ты говоришь, техническая проблема, с такими деньгами на руках, посоветоваться со знающими людьми никак, ты вот говоришь, что Василенко там технически не подкован, а ты настолько подкован, что ты же лекции можешь читать, ну, и где твоя подкованность, если вы миллионы долларов просто так сливаете? Андрей, ты хочешь техническую проблему обсудить, которая у меня была в проекте, если ты о ней, я могу о ней сказать, она просто понятна будет, ну, вот, я не знаю, там человек, который хотя бы немного сталкивался с трейдингом, есть терминал, называется МТ-5, метатрейдер, то есть, ты не можешь одновременно управлять одними руками на 27 счетах, ты можешь на одном, ну, максимум на двух, два компьютера поставить, еще если на голову себе прилепить третий, то есть, ты управляешь на одном терминале, все остальные в пропорции относительно счетов копируют сделки с первого терминала, они это копируют только на постоянном онлайн-сервере, ну, потому что дома вдруг отрубится компьютер даже на секунду, там интернет сбросится, то они разъединятся между собой, да, то есть, грубо говоря, операции с одного терминала на других фамилиях не будут знать с первого терминала, с мастер-счета, который копируют на другие счета. Так вот, мы для того, чтобы не допускать такие риски, мы арендовали просто сервера, которые вот полноценно нормально работали у нас там, ну, вот, около года это было, первые полгода мы это не использовали, около года это было на польских серверах. У нас мы официально зафиксировали выписку из компании, что у них действительно произошел сбой, там несколько часов отключились сервера. Конечно, мне все кричали, там, ты соврал, ты врешь нам, брешешь, там, денег украл, ну, я прошел это, да, у меня была куча угроз, ну, я себя порядочно чувствую по совести, но риски, дело в том, что которые вот заявлены, они у меня в Инстаграме написаны, в начале проекта не прошло, ну, то есть, не так, что вот произошло, а потом я пишу, я же о рисках говорил, потому что все говорят о рисках, когда деньги слиты, понимаете, я говорю об этом изначально, и у нас есть такая огромная красная кнопка закрыть баланс, если вы не согласны с рисками, что вы можете все потерять в один момент, вот, поэтому у нас нет претензий, ну, то есть, я не говорю, что я к этому вел, я тоже был расстроен этой ситуацией, даже когда мы потеряли деньги, я оплатил этот остров в 427 тысяч долларов, я выкинул из своего кармана, говорю, ребят, блин, давайте, мы как семья, мы так и назывались, там, Lucky Family, давайте двигаться дальше, ну, ну, вот, ну, так произошло, да, это риски, вот, Андрей, знаешь, как говорят, в каждой избушке свои погремушки. Хорошо, смотри, смотри, каждый из нас имеет право на ошибку, я согласен, трейдер может ошибиться, может возникнуть проблема. У тебя, по твоим же собственным словам, было 400 тысяч баксов в твоем кармане, которые ты потратил на мероприятие, а почему бы тебе, товарищ трейдер, который умеет делать хорошие прибыли, не положить эти денежки на счет, сделать хорошую прибыль и выплатить людям компенсации, это, извините, в прошлом году, я так понимаю, произошло, да за год ты там, ну, ты за год уже давным-давно бы эти деньги приумножил, учтя свои ошибки с серверами и так далее, приняв это все во внимание, сделал бы все по-правильному, я что-то от логики не понимаю. Андрей, Андрей, ответить можно? Вот я абсолютно с тобой согласен, я себя настолько виню за эту ситуацию, я на эмоциях решил от того, что там очень быстро выигралось много, выигралось, это нельзя сказать было, что торговля, просто потому что деньги начали там взлетать быстро, я говорю, ребята, все в порядке у нас, давайте все, там 100 человек летят у нас там в Кению, 100 человек мы дарим билеты там пополам, 50 человек в Россию, 50 в Украину, говорю, давайте все слетаемся, то есть это была моя ошибка, мне нужно было уйти в тень, как Роману сейчас, наверное, я не знаю, как он торгует и где, да, это была моя ошибка, вот то, о чем ты сейчас заявил, вот ты ровно заявил, если бы ты мне об этом сказал в сентябре прошлого года, я бы, наверное, тебе самую большую премию дал, и сказал Андрей, а ну-ка прибереги, пожалуйста, вот эти все эмоции, амбиции, всех катать куда-то за границу, я ошибся, то есть я вот, ну, это как бы осталось там впечатлениями для всех, но на самом деле проект остановился, вот поэтому я сейчас все это перезапускаю, я сделал ошибку. Хорошо, коллега, у меня вопросы закончились, у кого-то есть вопросы, комментарии, мысли по поводу того, что мы обсуждаем, пожалуйста. Так, а мне вряд ли у кого вопросы. Простите, последнее. Вот, вот мы, конечно же, недавно, как это же, в Верикат все прошли, Гермес, а потом здесь, в который кабинет, лиг какой-то, акция, да, по поводу акция, да, есть люди, многие акции не покупали, просто у них Гермес, безтосчет есть, деньги лежат, а кто открыл кабинет, весь акции покупали, которые по 7 тысяч, это на наши 7 тысяч тенге, по-вашему, 1 тысяч рублей примерно. Вот, у меня акция есть, у жены акция есть, а вот в моей команде пара людей, ну, там, другие регионы, там, у них акции не покупали, просто вистосчет кабинет есть. А когда в дальнейшем все нормально будет, их не, вистосчет мне привезти, а потом, вот эта акция для чего открывали, вот это мне интересно, вот эта, которую по тысяче рублей покупали, минимальный, лиг-кабинет называется, который, для чего это, я не пойму. Ну, это не ко мне уже, да, я могу попрощаться, Андрей. Ну, Андрей, да, если хочешь отключаться, отключайся, спасибо, что зашел. Нет, это не ко мне, да, не ко мне вопросов. Нет, этот вопрос не к тебе, это я сам отвечу, да, ты как бы не в теме нового кабинета. Да, да, я не в теме. Хорошего вечера. Пока-пока, спасибо, что зашел. Аманжол, значит, по поводу нового кабинета еще раз. Ведь разговоры, многим не понравился тот момент, чтобы зарегистрироваться в новом кабинете, надо снова платить. То есть люди стали задавать логичный вопрос. Если у меня, допустим, на счете висто там зависло тысяча, у кого-то десятки тысяч евро, с какого перепуга я должен еще платить за новый кабинет, да? То есть и многие не стали регистрироваться в новом кабинете. Я, например, не стал, потому что я прошел уже, как я уже говорил, прошло уже 9 месяцев, пока никакого вывода нет. То есть пока идут вот эти вот сказки про белого бычка. Что там дальше будет, посмотрим. И поэтому, ну, давайте немножко забежим вперед, Аманжол. То есть предположим, вдруг случится великое чудо и откроется вывод. Вдруг там у Романа Василенко есть вот эти вот активы какие-то, да, откроется вывод, тогда люди, которые вывода не верят, откроют себе кабинеты в новые компании, получат свои циферки и начнут их выводить. То есть никаких проблем нет. А вот если вывод не откроется, тогда это будет что означать? Что, извините, людей кинули в Гермесе и, скорее всего, кинут во втором проекте. Если кинули один раз, почему бы не кинуть второй? Логика тоже простая. А это уже вот время покажет, какой из этих сценариев реализуется. Я думаю, кто не открыл, в дальнейшем не смог вывести. Вот за них переживай, за команду. Хочется позитива какого-то добавить. Опять что-то как-то, тему в грусть какую-то печальку увели. Ну, смотрите, читаем объявление, там написано, делается вот это, вот это. Смотрим по срокам, это делается. Ну, почему это должно приводить к каким-то грустным выводам? Ну, я не знаю. Мне кажется, что написали-сделали, написали-сделали. Лишнего не обещают, как бы там гор золотых не обещают. В то же время то, что по пунктам расписано, все выполняется. Поэтому мне кажется, что тут позитивный момент, очень даже позитивный. Потому что действительно, если бы хотели все закрыть, уже бы давно все закрыли. И ни к чему была бы вот эта вот вся мышиная возня. Очень много версий о том, что да это просто время тянут, это просто вот оттягивают что-то. Ну, вот у меня возникает вопрос, даже если предположить, что это тянут время, то время же тоже тянут для чего-то. Ну, для чего-то, чтобы какое-то время прошло, чтобы что-то произошло через это время. То есть просто так, зачем тянуть время? Если вот у тебя давно там ничего нет, уже все продано, все пропито, там все потеряно и так далее. Тогда зачем тебе это время тянуть? Для чего тебе эти какие-то сайты, что-то восстанавливать деньги, тратить время, нервы? Ну, это вообще тогда все ни к чему. Быстрее бы все закрыли, быстрее бы все уже забыли, успокоились. А так вот мы до сих пор собираемся и что-то обсуждаем, обсуждаем, обсуждаем. Поэтому, ну, лично мое мнение, что работы ведутся и как бы вот регулярно это все в чате обсуждается. Регулярно все, ну, об этом там говорят, кто-то там скрины присылает, кто-то там обменял что-то, кто-то там у кого-то внутренние переводы открылись, у кого-то еще что-то. Ну, в общем, что-то происходит и постоянно это вот какое-то движение идет. Поэтому, ну, на мой взгляд, это очень позитивный признак, почему бы нет. Спасибо, Алена. Кстати, у кого-то есть информация именно по реальной сделке по внутрянке? То есть, чтобы человек реально там купил или продал внутрянку, просто интересно, по какой цене договорились. Потому что наши опросы, конечно, показывают, что есть мало желающих продать свою внутрянку там за 50-60 рублей. Но я думаю, все прекрасно понимают, что покупателям такую цену не найдется. Там было объявление, что кто-то готов купить даже за 3 рубля. Вот, поэтому хотелось бы узнать, знаете ли вы кого-то, кто реально вот в такой сделке участвовал и какой был курс? Там без имен, просто вот курс интересен. Так, если информации нет, я сейчас озвучу интересную новость. Я ее выкладывал сегодня в нашем тоже чате. Как вы знаете, я периодически делаю скриншоты кошельков нового проекта UTL. И интересно было отметить, что в принципе первые полгода, где-то вот начиная с июня, балансы кошельков росли очень даже бодренько и быстро. Практически постоянно увеличивались. Пика достигла сумма на трех кошельках, это было неделю назад, 22 декабря. А вот сегодня я опять же проверил баланс и обнаружил, что, вспомните, я говорил, что есть еще третий кошелек, на который было выведено 10 миллионов долларов. Так вот, как раз почти месяц или больше эти 10 миллионов долларов лежали вообще без движения, то есть никаких операций на этом кошельке не было. Но вот как раз я увидел, что за последние дни, за прошедшую неделю с этого кошелька было выведено 2 миллиона долларов. Ну, куда выведено, с какими целями выведено, это вопрос интересный. Потому что система блокчейна, она хороша тем, что можно транзакции увидеть, но непонятно, кому принадлежат конкретные кошельки. То есть, получается, было выведено 10 миллионов, из этих 10 миллионов 2 было тоже выведено. То есть, суммарно, получается, балансы трех кошельков в проекте UTL за последнюю неделю буквально уменьшились на, как я выложил, 1 миллион 933 тысяч. Ну, короче, почти на 2 миллиона долларов. Куда это выведено, с какой целью выведено, вопрос остается открытым. Вот, Андрей, а в прошлый раз обсуждали, что балансы уменьшились, они потом выросли, уменьшились, что потом с ними происходило? Вы следили? Следил. Сначала балансы просто оставались примерно на одном и том же уровне. На прошлой неделе, 22 декабря, баланс достиг пика, это было 2 миллиона 280, а, 22 миллиона. Суммарный баланс на прошлой неделе, 22 декабря, был 22 миллиона 856 тысяч. Сегодня суммарный баланс 20 миллионов 923. То есть, что означает, что баланс уменьшился на 1 миллион 933 тысяч. Ну, я немного не о том спросила. Вот в прошлый раз он уменьшился, а потом вроде бы он опять повышался, да, какое-то время? Вот сейчас вывод был большой, правильно я поняла? Да. Он уменьшался, повышался. Но, опять же, это были такие флуктуации небольшие. То есть, там, рост был небольшой. Я, наверное, сделаю тоже видео, потому что я эту статистику веду в таблице. Вы, конечно, можете, опять же, спросить, с какой целью. А стоит ли у господа, что многие, кто зашел в новый проект Василенко, вам же, наверное, тоже интересно, а как он развивается? Что там вообще происходит? Он развивается. Развивается. Если он развивается, то баланс кошельков должен вроде как расти. А если суммарный баланс, извините, уменьшился почти на 2 миллиона, это уже возникают вопросы. Значит, кто-то с какой-то целью эти денежки выводит. Можно, конечно, рассуждать. Может быть, это Василенко приготовил денежки, чтобы инвесторам Гермеса начать платить в 2023 году. Может быть, это уже только Василенко знает, что он собирается с этими деньгами делать. Хорошо, коллеги, всем спасибо, кто зашел на огонек. Хорошего вечера.